добро пожаловать на передачу диван вопросов от родителей и сегодня у нас гостях потрясающий наш дорогой друг пожалуйста представьте вот на ту камеру ok добрый вечер или день я не знаю там зависит того когда вы это смотрите меня зовут тимофей котов я сын михаила котова или котовый меня отец пастор уже 30 лет горде санкт-петербург очень давняя история на самом деле длинная у нас большая семья в принципе так нас четверо нас четверо в семье я да я старше у меня три сестры потрясающе совершенно прекрасные вот ну в принципе вот такая история немножко о себе так супер расскажи ну ты сейчас в служении да да я уже нахожусь на полном служении в церкви семь лет на полной зарплате помогая своему отцу являюсь администратором и также иногда ну со пастерство проповедую то есть принципе участвую во всем этом такая долгая история в принципе к этому очень долгая история надо давай начнем ее с самого начала с детства в целом первый вопрос который чаще всего задаю это каково было расти в семье пасторов вообще если честно мне были разные периоды осознание этого момента в какое-то время меня это там раздражало мне это не нравилось потому что очень большие там требования критерии от людей люди как-то заведомо думаю что если ты сам пастора то ты должен быть просто вот top quality высокий стандарт ты должен вести себя да то есть чуть ли не святой как бы сошедший к ним во плоти но проблема в том что это совершенно не так это не все соответственно действительности потому что мы люди были периоды к нам это очень нравилось потому что я понимал что это некоторую дает мне такую свободу в понимании слова потому что все-таки когда ты сам пастора слова много вокруг тебя ты в церковной жизни увлечен вот но начнем с того что но на самом деле весь так вот начать говорить об истории да вот об осознании там моей жизни и как вот это все началось когда него там семь лет и реально там бабушки бегали там дают тебе в церкви конфеты потому что ты сам пастора они хотят там чтобы как-то там на них обратила внимание это прикольно но дальше чем старше ты становишься тем там ты приходишь школу я чувствую христианской школе ну понятно что меня изолировали домой среду и такой некоторый инкубатор всю жизнь учился в да получается так что школьные годы кроме университета я отучился в христианской школе и конечно в этом есть как бы свой кайф какой-то но и так же много минусов потому что там такая интересная своя атмосфера расскажи про плюсы и минусы христианской школе это да это отдельная тема мы сейчас вернемся еще ко мне да потом что касается христианской школы я допустим для себя определил что своего ребенка у меня уже есть детей отдал бы вот и отдал уже в обычную школу христианской школе все-таки да почему потому что там какие есть моменты и в мирской школе есть черная из белая и очень понятно что из черное что из белая а все-таки в христианской школе там есть некоторое понятие серы где присутся некоторые лицемерия то есть люди они вроде как могут чтить господа молиться петь славить но тут же выходя за дверь школы начинает там курить пить материться и это имело место быть в моем классе например то есть я даже сам таким на таком себя состоянии ловил поэтому ты должен учиться варьировать среди разных вот настроений людей которых очень много то есть их очень много и есть искренне верующие есть недоверующие есть вообще не верующие в той же христианской школе и тебе нужно разбираться во всех этих тонкостях деталях очень много вопросов к родителям к себе самому ты не понимаешь что же есть истина вот поэтому как бы вот мне немножко не нравится в этом смысле не очень я так скажем фанат христианский школ потому что были такие моменты там прям раздражало но чем становится я больше старше проводя время со своим отцом которое я про достаточно много времени с ним потому что мы одно время ездили там каждую пятницу кстати надо отметить что чем хорошая частная школа у меня была четырехдневка то есть я пятницу просто да я категорически пятница динамиал то есть хотя в школе были уроки я не приходил потому что это был мой банный день с отцом мы ехали в баню у нас было мы это не было зсдкада и мы ездили в моносов там почти два часа мы живем в приморском районе жили тогда и эти два часа туда и два часа обратно это постоянное общение с отцом в машине это слово а он все-таки пастор церкви и он на самом деле что хорошо он живет этим то есть мне что нравилось моих родителях что они всегда жили этим нет такого что типа сынули вот мы придем в церковь и ты пожалуйста веди себя хорошо я тоже буду хорошим пастором сегодня а как только мы сидим машину будь кем ты будешь нет отец он живет так и когда ты видишь этот образ жизни этот стиль жизни ты не можешь как-то у тебя происходит в голове осознание что это настоящее что и поэтому за это время которое мы с ним катались общались он вкладывал огромное количество слова вот в мою жизнь и это мне конечно очень сильно помогло я стал радоваться чем старше потому что когда ты подросток тебе уже 14 было 14 лет примерно у тебя много вопросов и отец так себя поставил очень аккуратно что он никогда не говорил мне там так расскажи мне что там у тебя с девочками с кем ты встречаешься он еще как-то аккуратно издалека со мной общался о том говорил об этом и параллельно я не замечал как я рассказывал массовой жизни и монстром моим другом да и при том что интересно он никогда не говорил черное белое и типа выбирай только белые и ты мой сын ты должен быть только белым и ни в коем случае ничего серого он вообще всегда слушал меня игра ты знаешь это хорошо это плохо это приведет к этим последствиям это к этим и я не всегда я не всегда я выбирал хорошие и вот здесь была мудрость дальше в том что он всегда терпел меня то есть он всегда ждал пока вот этот мой нет это черный выбор он знал что он черный он ждал пока я наемся этого сам проживу это потом приду скорую папа знаешь ты был прав и бывало что до некоторые вопросы по два года занимали друзья родители дети те кто слушать сейчас это очень важно вот этот момент понять тимофей еще сказал друзья с мудростью подходите издалека не заставляйте детей мне интересно вот ты сказал я был ну образно говоря забиякой таким бунтарем в как мы реагировал твой папа на это как он как он ну наказывал тебя вот это интересно кстати про наказывал на самом деле у меня не было такого что мой отец там истерично при первой же до любой там моей ошибки хватало ремень и там хлистал меняем то есть вообще ремень это было некоторое такое скажем так самая дальняя самая высшая мера наказания которые там нужно было дождаться то есть нужно было заработать и заработать надо было ее крепко то есть нужно было сделать ряд поступков которые там в течение там какого-то времени накопилось например я ну да вот опять же в свои 13 лет я косил очень часто воскресную школу приходил в церковь и бегал с друзьями но это классика все это делают да и значит я бегал там у меня была библия тяжелая я мог там побежать сзади кого-то треснуть этой библии там толкнуть облить водой ну все что только можно было я делал просто вот что в голову ну да все что в голову придет и главное ты чувствуешь себя типа немного безнаказан но смысл в том что он однажды такая была история что мне победила сказала если ты продолжишь то я тебя накажу но я разумеется неистово продолжал и мне было как бы ну у парней есть такая тема они немножко испытывают где же этот предел отца где же вот это вот вот точка где он мне скажет хорош и вот он пришел домой и горит все теперь пора тебя наказать но надо дать должное мой отец никогда мне не наказывал сходу он садился со мной и мы с тобой с ним на диване он со мной разговаривал он начну говорить что ты знаешь ты понимаешь что вот ты совершил такой-то такой-то поступок библия говорит вот так то вот так то и она говорит что не если ребенок вот ты наказываешь его розгой то ты не слушай на его визги ты наказывай потому что впоследствии это произведет плод то есть но розга не каждую секунду разумеется да то есть это был очень долгий период когда мы поэтому эти все накажу я сделаю это так и так потому что я хочу чтобы ты был у меня там правильно и у меня наказывал и самое главное ко мне наказывал ремнем после этого него вали из моей комнаты там ты достал мне там ты плохой сын он подходил обнимал мне говоря тебя люблю то есть я мог сесть со слезами от ремня потому что ремень это не скажу так да и он сидел обнимал мне и со мной говорил объяснял почему это было что он все равно меня все еще любит нас к сожалению осталось мало времени нам нужно поговорить о твоем призвании ты все-таки до него дошел каким-то да 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 и на самом деле я верил то что я призван с детства я работал на обыкновенной работе в банке и зарабатывать нормальные деньги но в итоге я понимал что не мое то есть я пришел я закончил университет экономический факультет стал работать в банке зарабатывал нормально на тот момент времени и понимаю что я работаю каждый день у меня мучения по что я хочу быть в церкви я хочу быть частью церкви хочу участвовать церкви а на чем я участвовать это 16 лет прославление активно и играл на гитаре потом постепенно постепенно этом стал однажды одним из ведущих прославления именно молодежно потом вместо проповедована потихоньку делиться словом потом в итоге мы взяли администратором я уволился из банка и уже работы вот 7 лет я работаю в церкви администратора постепенно все больше и больше проповедовать и я просто понимал с детства что я я рожден в этой семьи и призван очень Очень много людей молились за меня, пророчествовали об этом, да даже ко мне благословляли ребенка. Мой отец говорит, что Аргустов, молился за меня с Северин. Мои родители подошли к нему, может благословить ребенка, говорю, я не благословляю детей. Но вдруг посреди проповеди в Гатчине, в церкви он говорит, adapt助ите эту пару, поздобрайте ее примените ребенка. И он меня благословил и когда он благословил, ему сказали, что этот он будет радостью для тебя. Он будет радостью моему отцу сказал, что он будет благословением и так случилось. На самом деле сегодня, как папа хочет радость для него очень много с ним сотрудничаю работу и в принципе я ассистент помогаем во всем очень здорово это максимально как у тебя проходит твое общение с богом это вообще интересно я сторонник того что я очень много малюстных языках вообще я люблю это молитвенных языках потому что я верю в то что мы общаемся с богом духом и все-таки временем сказано что мы не знаем о чем и как должно молиться восьмой главе но дух это тест из нас воздыханиями неизреченными и поэтому я часто провожу время в молитве стараюсь как можно больше у нас утренней молитвы в церкви есть с 8 до 11 стараюсь они бы постоянно читаю слово и это моя принципе основная жизнь это в принципе вообще моя жизнь ну вот ты сказал читаешь словом и все-таки почти перед концом проверим насколько хорошо ты знаешь так рубрика знания библии с тимофей бог сказал оси и жениться на неверной женщине как сообщение израиля как звали жену оси израэля гомера лару хама или луами честно вот мне как-то кажется второе но я настолько не уверен дико если тебе кажется то ты был прав до гомера я тоже назвал я жена превратилась соляной ну конечно лота это понятно я даже не прочитал видите как называется вторая книга в библии 2 исход хорош иисус сказал нам чтобы мы помнили его с чем с любовью и привязанностью с исцелением и силой с колой и пепси или с хлебом и водой и его мне кажется хлебом и водой в идее и это правильно наверно только первый был сложный какое первое животное исследовала мир за пределами ковчега ворон скунс голубь или пикачу почему-то мне кажется что наверно ворон во что голубом был 2 принес потом уже ветвь после это был ворона это правильный ответ какая глава является последней в откровении она богослова по-моему до старая да я не уверен стоит ли продолжать вообще или не стоит ладно еще кто был братом марии и марфы маримах лазать кем был давид до того как стал царем ну пастухом пасовец давайте аплодисменты еще один вопрос ну прежде чем мы закончим с тобой очень интересно беседовать ты раз вообще что родился христианской семьи честно да на самом деле вот если взять в общем вот весь вывод моей жизни так получилось что я тебе уже говорю до эфира о том что получилось так что я четвертый до в поколении верующих у меня в прабабушка анна бабушка вера и мой дедушка александр и с другой стороны это тоже они все были верующие и павел дедушкам это случилось так что со всех сторонами верующие да и пусть это в четвертом видеть вообще в пятом поколении верующие об этом много не скажешь но смысл в том что это всегда было рядом со мной но у меня всегда был выбор и я просто верю что мы всегда молился за меня и поэтому мне кажется что вообще это классно быть верующей семье потому что все равно рано или поздно ты придешь к этой истине и чем раньше тем лучше иногда я злился что я знаю рано истину но теперь я рад потому что на самом деле она помогло мне во многом ребята радуйтесь что вы рано знаете да два совета тебе нужно будет дать совет я знаю что ты сам отец да раз к тебе нужно будет прямо на ту камеру дать совет детям по их как им воспитывать родителей как слушаться и собственно родителям по воспитанию детей ну вот как ты хорошо у меня немножко скажу что у меня четверо детей и вот старшие дочки у меня восемь будет скоро сыну младшему полтора могу сказать так что если говорить про родителей то конечно всегда очень легко сказать да нет но нужно научиться когда ты объяснить ребенку да и нет и согласиться и принять тот выбор который сделать ребенок и прожить это вместе с ним прожить не так что вмешиваться каждую секунду но это у нас есть дух святой который молимся который дает нам мудрости как воспитывать свои детей я лично каждое утро молюсь духом не потому что я просто хочу молиться но я прошу бога мудрости на то как мне воспитывать своего ребенка потому что у меня ее нету но она есть у него он дает просящему мудрость поэтому что касается родителей я советую вам просто внимательно и служить своих детей слушайте внимательно их потому что они будут говорить и они будут рассказывать вам искренне что и что их тревожит даже если ты сам не начинали пустяк там какой-то рисунок который их тревожит послушай прислушиваться научись с раннего возраста служить своего ребенка вот я допустим со своей дочкой эсфири я слушаю и она мой друг до сих пор вот есть 7 лет и у нас нет такое чувство что я отец а ты моя дочь мы как друзья с ней и я это и я это храню поэтому советую вам подружиться своими детьми и самое главное когда будет 14 лет ребенку не забудьте признать тот факт что он уже отдельная личность хоть она живет с вами он отделился от вас и учитывайте его мнение и признавать его мнение потому что в этом проблем многих родителей мою ради признали в 14 лет что я отдельная личность и учитывали мои мнения соглашались с ним а что касается детей я советуем быть максимально послушными я советую вам служить родителей да и даже если и даже если например які этом hidden странные вещи лучше сделать лучше вы послушном потому что в послушании библия говорит вообще оно дороже жертвы и послушание но лучше она принесет больше по бог он ответит по что у нас есть не только наши родителя, но есть Отец Небесный, который силен благословить нас. Поэтому, если ты будешь послушным и быть внимательным к своим родителям, не раздражать их, учитывать их тоже мнение, потому что они тоже люди. И выслушивать их так же. Вы должны научиться слушать друг друга, тогда у вас будет контакт. А там уже и договариваться, и быть дружелюбными, потому что не нужно говорить, что вы там старые, вы не понимаете, вы не знаете. Родители много чего понимают, много чего знают, но это твой выбор, быть послушным. Я был послушным для своего отца, и поэтому я думаю, что я на сегодняшний день здесь сегодня, и для него благословение. Тим, спасибо тебе большое. Спасибо тебе огромное, что пригласили. Это было потрясающее время. Очень много мудрости мы от тебя услышали, то, которое поколениями уже переданное и новообретенное. Друзья, а вы оставайтесь с нами, смотрите нашу передачу. Если у вас есть примеры каких гостей, или вы сами, ДВР-вицы, хотите побывать на нашей программе, тогда пишите нам, звоните нам. А с вами, как всегда, ваш ведущий любимый Тимофей. Ну и, собственно, я тоже с вами. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тимофей.